Снегу опять навалило. Всё валит и вывалит. Блин, мокрый. Плюс один. Дыхать бац и не хочется. Мокрый, тяжеленный. Ой, блин. Это ж надо как-то дойти до гаража. Сараза. Вот так вот всё. Приеду потом. Да еду я уже еду. Такое мелочное спадает. Спадает всё. Единственное, я хочу сказать, что я хочу спать. Хочу спать так сильно, что просто невыносимо. Но надо ехать к зубному. Блин, насколько снега навалило. Как уютно. Крыша. В общем, снегу немерено. Похоже, что мужик и сегодня не приедет. Максимум догребусь до гаража и обратно. И всё. И хай воно удавится. Я сказала, что я к зубному еду. Не помню. В общем, еду к зубному. Снег падает. Ух ты. Ух ты. Зубному еду. Снег падает. Спать хочется. Все радости жизни. Хорошо хоть не на работу. А то в сегодняшний день я поженеет. Не перенесла. Снежка у нас заваливает. Заваливает. Все больше и больше. Все белее. Все белее. Сейчас как раз начинаются школьные каникулы. Даже основная масса поедет в горы кататься на лыжах, на самках, на свои дачи. Морода будет опять много, даже несмотря ни на что. Засыпало наше местечко снежочком по самой дачу. Еще немножко и будет коллапс снежный. Конечно не такой какой-то был в Испании. Но очень даже, очень даже, очень даже, очень даже. Все может быть. Тракторы везде, куда-сюда. Катаются, чистят, прочищают. Все равно очень красиво смотрится. Сказочно красиво. Сказали. 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 Зеленодорожная станция направо. Банк налево. Не нужно... Не нужно. Не нужно. Не надо, чтобы я объеду. Обычно я той дорожкой вверх ехала, но сейчас лучше воздержусь. Мало ли, слишком много снега. Вот наша коммуна, вот Дрангидал каменная. Каменныхюс. То есть дом, где находится всё руководство. А вот здесь у нас обитает наш, вернее мой стоматолог. Такие вот дела. Кукусики. Всё, у меня не видно. Это сюда. Отстёгиваем всё. Что-то я рано приползла. У меня это самое. Всё отломалось. Ну это... В общем, сходила я на посещение к Зубному. У него, наверное, были одни планы, у меня другие планы. Короче, получается так, что... Ой... Короче, это... Чтобы дались до одного зуба, надо убрать второй зуб. Вот. Второй зуб, по идее, можно убирать. Потому что он, у него там этот... Корень... Ну, короче, он периодически воспаляется. И периодически... Периодически... Периодически даёт о себе знать. Но он как бы у меня не болит. Он, ну... Он воспалился, я его прополоскала пару дней. Он обратно работает. То есть, у меня нету такого... То есть, это не критично для того, чтобы его, это самое... Убирать. Ну, как по мне. Ну, тут, получается, вторая история, что... Ну, получается, такая история, что... Так, вот здесь, наверное, я сюда уже не везу. Ладно, поедем сюда. Вот. Вот. Получается так, что... Желательно влезть на предпоследний зуб. Предпоследний зуб... Там у него дырка внутри. И чтоб туда подлезть, в общем, короче говоря, надо убрать последний зуб. Ну, в общем... Ну, мы посидели, поговорили. Он поковырялся там, поковырялся сам. В общем, больше времени мы там пытались найти какие-то эти варианты. Он говорит, конечно, тебе на последний нужно ставить обязательно коронку. Это раз. На предпоследний надо менять коронку. Ну, то есть, как бы, сначала нужно последний почистить корни. Но почистить корни не имеет значения зазря, потому что поставить туда коронку, и он тебе через год улетит на респ. Как принято говорить у игроков компьютерных игр. Ну, то есть, прикажет это долго жить. Чтоб долезть до второго зуба, который надо отремонтировать. Практически нереально. То есть, надо... На нем стоит коронка. Под коронкой, получается, это дырка. Под коронкой дырка. Ну, в общем, он сказал, что, по идее, можно срезать часть коронки, долезть туда, запломбировать и посмотреть, в каком состоянии зуб. И тогда уже можно будет решать вопрос, как, что, чего. В общем, на сегодняшний день у меня ничего не болит. Это раз. На сегодняшний день у него уже времени не было, потому что мы долго и нудно пытались как-то это самое... Он мне описал всю ситуацию, сколько это будет стоить, как это будет действовать и так далее и тому подобное. Плюс... Ну, короче... В общем, я решила на сегодняшний день, что я пока остаюсь при старом зубе. Самом последнем. Он не беспокоит меня. Это раз. Коронку на него ставить не имеет смысла. Это два, потому что я... Просто физически мне туда... Просто физически мне туда никто не залезет. У меня... У меня рот не открывается, как у этих самых... Как у бегемота. А долезть туда это практически нереально. В общем, выписывал мне время на 25-е, 24-е февраля. Он сказал, что если, говорит, если что, то это самое, а если нет, то вот... Вот. Ну, короче... На сегодняшний день я ничего не заплатила ему, все заплачу потом. Сказать, что я рада? Не знаю. Ну, во всяком случае, я рада на данном моменте, что... Пока при зубах осталось. Второй момент, что... Меня это не беспокоит. То есть, у меня нет такого, что там, знаешь, там... Туда засунуло... Больно. Мне это не больно. Ну, насчет сэкономленных денег, это... Сами понимаете, это дело такое. Сегодня сэкономил, завтра потратил. Вот. Ну... Короче, сегодня у нас какое число... 20-е... Через месяц... Через месяц узнаю... Что, как, чего он у меня еще сделает этот самый... Снимок. Не хочется. Быть без зубов. Ладно, пошла я в магазин. Ну что, поедем... Красотка кататься? Да. Давно я тебя поджелала. Заехала в магазин и купила... Моим катохвостиком... Пайку еды. Курыцугрыль. Курагрыль. Как в пятом элементе. Курагрыль. Ага, ты нас поворачиваешь. А ты у нас едешь прямо или поворачиваешь? Курагрыль. Купила курагрыль. Купила себе... Как это называется? В кулинарии... Рыбный суп. Ммм... Такой вкусный. В общем, купила себе этот рыбный суп. Купила... Полег. Кстати, удивительное название. Полег. Это все, что кладется на хлеб. Все, что можно положить. Полег. По... Это на... Лег... Ложить. В общем, в этот полег можно отвести все. Это может быть паштет. Это может быть нарезанная колбаска. Это может быть... Все, что нарезано. Нарезанный сырок. Нарезано. В общем, все, что можно намазать, положить на хлебушек. Это все называется полег. В общем, я купила два вида полега. Одну порезанную сервелатку, другую. Сервелатик. Аля итальянскую колбасу. Вторую... Спекешинка. Спекешинка. Это, в общем-то... Это как а-ля хамон. Только... Я не знаю. Хамон он из кого делается? Из-за свинины, наверное? Свинины. А это спекешинка из... Из овечки. Вот. В общем, тоже так. Просоленая. Вот такого же типа. Просоленая. Потом нарезается кусочками. Вот. И очень... Ну, оно очень соленое такое. Знаете, такое... Соленое. Ну, как... На кусочек хлебушка положить... Очень... Очень вкусненько. Я думаю, что на постсоветском пространстве, наверное, бы... Это дело... Под пивасик пошло бы. Со скоростью звука. Вот. И это пила. Называется First Price. Первая цена. То есть, это одно из самых дешевых вариант... Вариантов еды. Как говорится, зачем переплачивать дважды? Если можно купить... Хорошую вещь по... Дешевой цене. Так сказать, помочь нарбежскому леврендеру. То бишь, поставщику. Производителю. Производителю. Вот. И что купила еще? Сырка. Я дома. Могу сыра поесть. Что? Сыра купила. Этва полика. Курицу. И сука себе. Сейчас думаю, то ли... Пойти походить. Я вроде как наконец-то проснулась. То ли наоборот спать в речь. Меня, наверное, вырубало. Потому что мне не хотелось к этому самому... к стоматологу ехать. К стоматологу ехать. Может так. А может и не так. А может и не так. Снег падает. Главное, чтобы не на машину, потому что снега много, он мокрый. По идее, если шлёпнет, то шлёпнет так прилично. Кстати, я говорила не так давно, в каком-то из своих видео, что появились вот эти сосульки. Это вода, которая выступает из камня и образует такие ледяные фонтан, не, не фонтан, водопад. Ледяной водопад такой какой-то замёрзший. Это говорило о том, что потепление будет. И это было несколько дней назад, и вот как раз, да, вот около нуля. Около нуля. Даже сегодня утром было плюс один, и снег валял. Но он до сих пор валит. Так что Нагрешская примета для меня довольно новая, но она работает. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас заодно гляну. Затянулась ли она открытая вода. Там у нас озеро. Не, нет, затянулась, а всё ещё открыто. Всё ещё открыто. Столько снега. С ума вследит. И сыпет, и сыпет, и сыпет. Хотя это очень хорошо для горноложного курорта, который у нас есть. Здесь недалеко, где-то в километрах, может, 30-40. Называется Гаутфа. Обычно в это время очень много людей из Дании приезжают сюда, потому что Дания у нас страна такая плоская. Они любят покататься на лыжах. То в своё время очень много было. Но так как сейчас почти всё закрыто. Все границы. То сильно кто-то куда-то далеко не поедет. Только свои по месту. Только свои катаются. Я только собралась, это самое, въехать к себе на этот. Потом думаю, я с таким трудом вчера въехала, когда с работы ехала. И думаю, сейчас я сраз бегу. А проезжаю мимо, смотрю, там у нас всё почищено. А то, видно, всё-таки заезжал сосед. А то у нас бывает так, что вообще никуда не въедешь. Так, сзади нет, спереди нет. Ну точно почистим. Ура! Какое счастье! Ох, нет, просто. Ой, как хорошо. Ой, вообще лепота. Лепота-то кака. Аж приятно. Мелочь. Как приятно. Представила, какой снег тяжёлый. Когда его пёрла, это самое, чтобы доехать. Доползти до гаража. А тут она оказывается... Ура, ура! Приятная новость номер два. Так, всё. Сумку с едой забираю. Вот такие у меня штучки. Ну, здесь-то уже это можно и докидать. Потихонечку. Вот, ну, на всяком случае, хоть въехать может. Снега! Ну, на всяком случае. Пока. Продолжение следует...